Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Если мы хотим быть людьми, угодными Богу, нам необходима правильная духовная перспектива, точка зрения Царства Божьего. И приходит это через откровение, А это попросту то, что Бог открывает нам. Но это откровение не происходит само по себе. Есть принципы, к которым нам надо приобщиться, и которым надо следовать для того, чтобы мы в самом деле стали восприемниками откровениями. Еще одно, как богословы называют это откровение, духовное просвещение. И это попросту указывает на то, что через духовное откровение Бог просвещает. Он как бы включает свет для того, чтобы нам не быть более в духовной тьме. И часто в Писании, когда Слово Божье хочет сказать о тех, кто духовно слеп, мы видим примеры тех, кто слеп физически. И когда Бог исцеляет их, нам надо уделять большое внимание тому, почему и что произошло для того, чтобы эти люди были исцелены и обрели зрение. Чтобы они видели вещи правильно, видели их ясно, а это значит с небесной перспективы. Возьмите свою Библию и посмотрите со мной Евангелие от Матфея, 9 главу. Евангелие от Матфея, 9 глава. В этом месте Писания, прежде чем завершим, мы увидим, что есть акцент на Израиле. И слепой на самом деле, это Израиль с духовной точки зрения. Вот почему Израиль в ситуации, в позиции, в которой он находится, под гнетом Рима. Потому что он не ходит в истине Божьей. Вместо этого он ходит в духовной тьме. Вероятно, и вы. Вы, как Израиль, во тьме. Вы не видите вещи с перспективы Царства Божьего. Как это изменить? Именно об этом мы и будем говорить в этом изучении. Итак, 9 глава. Евангелие от Матфея и 27 стих. Мы читаем здесь. «Когда Ешуа шел оттуда, за ним следовали двое слепых». Итак, Ешуа идет, путешествует, и вот двое слепых встречают его. Очень важно, чтобы мы увидели, что эти слепые. И акцент первого в нашем занятии, 27 стиха, в том, что эти двое слепых следуют за ним. Не так, что Ешуа искал их, но они, услышав, кто рядом с ними, последовали за ним. И заметьте, что они сделали. Они кричали. Первое слово «кричали» показывает отчаянную нужду. И вот, что нам надо увидеть. Эти двое были слепыми, но они не были глупыми. Они понимали основополагающий библейский принцип. И что это за принцип? Скоро мы его увидим. Потому что они кричали. Они демонстрировали, что они в крайней зависимости от Мессии. И заметьте, что они сказали. «Помилуй нас». Во-первых, и прежде всего, они признали что-то. Они признали свою абсолютную зависимость, свою нужду в милости Божьей. Так позвольте мне спросить вас, а вы признаете эту нужду в своей жизни, в Божьей милости? Не будучи восприемником Божьей милости, ничего хорошего с точки зрения вечности не произойдет в вашей жизни. Может, у вас произойти нечто, что сделает вас счастливым, или еще что-то, что даст вам временную радость. Но все эти вещи исчезнут. Они завершатся, прекратятся, и что дальше? Нет, нам надо искать такие вещи, которые имеют последствия царства. То есть вечный результат. И только тогда мы будем людьми, которые будут приведены в близость с Богом. Таким образом, милость привлекает нас близко к Богу. И заметьте что-то еще. Эти два человека не только закричали «Помилуй!» И услышите вот что – «Нас!». Почему мне нравится это? Что ж, если бы я был там, я бы, вероятно, сказал «Боже, помилуй меня!» Понимаете, мы склонны думать, во-первых, и прежде всего о себе. Но основополагающая истина в Слове Божьем – «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Да, эти два человека были слепыми. Они не видели физически. Но у них было духовное откровение, и они сказали «Помилуй нас!» И заметьте, как они обращаются к Иешуа. Они назвали его «Сын Давидов». Этот термин «Сын Давидов» происходит от обетования Завета, который Бог заключил с царем Давидом относительно сына, отпрыска, который будет править вечно на престоле Давидовом. Следовательно, у этих двух слепых было духовное откровение. Они признавали свою нужду в милости. И сделав это, мы будем принимать хорошее решение. Когда мы поймем «Я нуждаюсь в Божьей благодати, в Его милости, в Его прощении, в Его любви, я полностью завишу от Него во всем», это поставит нас в позицию, в которой мы примем это духовное просвещение, и узнаем истину. А какую истину они знали? Они знали, что Иешуа, Иисус из Назарета, они знали, что Он – Мессия. Поэтому они закричали «Помилуй нас!» «Будь милостив к нам, сын Давидов». Вот как завершается этот стих. Но посмотрите следующий, 28-й стих. Заметьте отсутствие ответа со стороны Иешуа. На самом деле, он не здесь сказано, «Когда же он пришел в дом?» И слово, с которого начинается этот стих, слово «Д», которое показывает контраст. Иешуа не ответил так, как они надеялись. Он ничего им не сказал. Он не ответил. Он ничего не сделал, а просто продолжил идти туда, куда он направился – в свой дом. Для многих людей на этом бы все закончилось. Они сказали бы, «Ну, я так и знал. Бог не любит меня. Он обо мне не заботится. Вот почему я в этой ситуации. Вот почему я слепой. Вот почему у меня эта проблема, и это, и ничего не изменится». Прекратите устраивать вечеринку самосожалений. Поймите, Бог ждет, что вы ответите Ему духовным откровением. Они начали хорошо. Они увидели Его милость. Они распознали Его идентичность. Милость Божья дает нам духовное откровение. Они признали Иешуа как сына Давидова. Но когда Он не ответил им немедленно, они не сдались. Но что они сделали? Продолжили следовать за Ним. И откуда мы это знаем? Продолжаем читать в 28 стихе. «Слепые приступили к Нему». И тогда Иешуа ответил. И говорит им Иешуа, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Обратите внимание на порядок слов. Он сказал, «И я читаю это очень буквально из греческого текста». Здесь сказано, «Он отвечает этим двум слепым, спрашивая их, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» И заметьте, с твердостью, с уверенностью, с правильной духовной перспективой, признавая Его идентичность, заметьте, что они говорят. Они говорят Ему. Да. И вот что интересно, есть изменения. На протяжении этого отрывка мы видим, что Иешуа назван автором по имени Иешуа. Когда слепые обратились к Нему в первый раз, они называли Его Сын Давидов, Мессия. И вот урок для нас. Часто мы хотим относиться к Иешуа как к нашему Господу, нашему Спасителю, нашему Богу и так далее. Но вот вопрос, готовы ли мы поистине относиться к Нему не только словами, но и делами, так, чтобы признавать Его господство? Это-то мы и видим здесь. Они назвали Его Господом. И мы увидим, что они были людьми, которые в самом деле хотели служить Ему, подчиняться Ему. Опять-таки, милость Божья дает нам духовное озарение, просвещение, откровение, дает нам перспективу царства, посредством чего мы можем распознать идентичность Мессии и откликнуться на Него так, как должно. Итак, Мессия говорит здесь, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» и они ответили, «Да, Господи». И этот термин, Господь, дает нам очень важную истину о них, что они хотели исцеления в своей жизни, чтобы служить Ему. Так, позвольте мне задать вам вопрос. Думаю, вы часто молитесь и открываете свои желания, свои просьбы перед Богом. Но является ли это вашим наиглавнейшим желанием? Для чего вы хотите, чтобы Он действовал в вашей жизни? С тем, чтобы Он мог продемонстрировать свое господство в вашей жизни через ваше служение Ему, исполнение Его воли, участие в деле Божьем? Это-то мы и увидим в истории об этих двух слепых. Они ответили, «Да, Господи». 29 стих. «Тогда» это слово «тоте» на греческом говорит о результате. «Тогда», как результат этого, тогда произошло это. Произошло это по причине их желания милости и признания Его идентичности, их веры, что с Богом все возможно, и что Мессия, помазанник от Бога, прошедший привести все в порядок. И по причине того, что они хотели Его порядка в своей жизни, они ответили по вере. И Мессия говорит им, в 29 стихе сказано, «Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». Мы видим здесь взаимосвязь между верой и движением, результатом, обеспечением Божьим в их жизни. И поймите, что это вовсе не значит, как учат некоторые, что если у меня великая вера, у меня будет и великое богатство. Если у меня великая вера, то чего бы я не захотел, Бог сделает. Мои хотения не связаны с верой. Нет, вера связана с волей Божьей. Суть вот в чем. Когда я демонстрирую веру, действую в ней, что тогда будет? Бог будет действовать могущественно, чтобы принести свою волю в мою жизнь, с тем, чтобы я исполнил его цель, делал все согласно его точке зрения и осуществлял то, чего желает он. Но вот проблема. Очень часто людей больше заботят их желания, чем желания Бога. И их молитвы, их верования, их так называемая вера заключается и мотивируется тем, чтобы мне получить то, что хочу я, и затем я буду благодарить Бога, хвалить Его, и проявлять свою благодарность. Но это не вера. Это не то, что мы видим в учениях пророков, в учении Моисея, в учении апостолов и самого Мессии. Нет, духовная истина, вера, угодная Богу, всегда заботится о делах Божьих. Итак, Мессия касается их глаз и говорит, «По вере вашей да будет вам». «По вере вашей», говорит он. Теперь посмотрите тридцатый стих. «И открылись глаза их». Итак, они приняли это чудо «И открылись глаза их». и заметьте, что происходит в середине тридцатого стиха. «Он дал им повелины». Стоящее здесь слово означает инструктировать кого-то, повелевать кому-то давать поручение, поручать кому-то что-либо сделать. Как военный более высокого ранга, офицер дает приказ рядовому в армии. Заметьте, это что-то такое, что мы часто видим в Писании, и об этом я и говорю. В Библии, когда Бог действует в чьей-то жизни, когда кто-то получает ответ на молитву, что бы это ни было, то почти всегда происходит следующее. Далее Бог повелевает им, чтобы посмотреть, будут ли они послушны. Так что поймите, когда Бог действует в вашей жизни, когда Бог делает что-то в вашей жизни, вам надо ожидать того, что вы получите повеление от царя, инструкцию, что делать, и вам необходимо будет сделать именно это. Когда Бог действует в вашей жизни, когда вы восприемник его милости, его духовного просвещения, его обеспечения, что бы это ни было, это для того, чтобы произвести послушание делом Божьим в вашей жизни. Итак, мы читаем, что Мессия повелел им, проинструктировал их, дал им поручение сделать что-то. И что? И Иешуа строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. Проследите за тем, чтобы это никому не стало известно. А почему он так сказал? Что ж, для этого нам надо вернуться к одному из предыдущих стихов, к тому, с которого мы начали сегодня, к 27 стиху. В нем мы читаем, что эти два человека откликнулись на Иешуа, на Господа, как на сына Давидова. Мы изучали ранее, что согласно еврейскому бэкграунду иудаизм учил, что это неверно, что есть два Мессии. Мы знаем истину. Один есть Мессия, который приходит дважды, и у него два разных взаимосвязанных, но разных дела. Когда мы говорим о первом его пришествии, он тот самый страдающий слуга, и в иудаизме мы думаем о нем как о Мессии, сыне Иосифа. Почему? Иосиф попал в Египет, он страдал, и его братья не узнали его. Когда Мессия вернется, придет во второй раз для установления царства, он придет как царь. Он всегда царь царей и Господь господствующий, но в первый раз он пришел в смирение. Когда же он придет во второй раз? Он придет, чтобы совершить суд, и этот суд приведет все в порядок для установления царства, а он царь в этом царстве. И вот проблема. Мессия исцелил двух слепых. А исцеление слепых было, не упустите этого. Это было пророческим знамением его мессианской идентичности. А он знал, что в огромном большинстве еврейская община ожидала только правящего царя. Они ожидали, что сын Давидов избавит их от римской оккупации, от этой злой империи. Но не для этого Мессия пришел в первый раз. Он пришел, чтобы умереть на древе, заплатить цену за ваши грехи и за мои грехи, чтобы нам быть свободными от рабства греху и ходить в послушании воли Божьей. И этому учил Мессия. Итак, слепые знали его как сына Давидова. И он говорит, смотрите, чтобы никто не узнал. Буквально смотрите, никто пусть не узнает. но смотрите 31 стих. Что они сделали? Писание говорит нам что-то. Не так, что эти люди непослушны Богу, но они на основании того, что он сделал в их жизни, не смогли удержать этого. Они должны были рассказать. И мы видим много примеров этому Писании в Евангелиях, когда Мессия говорит, пусть никто не узнает, что я сын Давидов. Почему? Потому что он пришел сделать дело сына Иосифа, Мессии сына Иосифа, чтобы положить свою жизнь, а не чтобы установить царство. Для этого он приходил 2000 лет назад. А установить царство, для этого он придет снова. Потому он и говорит, но они не смогли сдержать себя. Они должны были рассказать всем, что он сделал Тайм здесь. А они этот союз показывает контраст. А они выйдя разгласили о нем. И так оно и было. Они разгласили о нем. И заметьте, что тут сказано. Во всей земле той. У них было служение, не так ли? Они говорили все о нем. они не указывали на себя. Они не были гордыми индивидуами. Они не говорили, Бог настолько любит меня, что исцелил меня. Бог хочет сделать в моей жизни дела более великие, чем в жизни других, и поэтому он сделал это потрясающее чудо. Нет. Они разгласили людям о нем. И это говорит нам просто о естественном результате прикосновения Господа об исцеляющем прикосновении. И я говорю о спасении, о милости, о прощении грехов. Если вы действительно пережили это, то вы не можете не рассказать об этом другим. И не только у себя дома или в вашей небольшой общине, но заметьте, разгласили о нем по всей земле той. Теперь переходим к 32 стиху. мы читаем, что они вышли, то есть они и ученики вышли из того места и вот важное слово и вот привели к нему человека немого. Это значит, что он не говорил и он не слышал. А почему он не мог не говорить не слышать? Почему он был немым? Очень просто. Он был бесноватым, одержимым бесом. И заметьте, что тот сейчас же говорит Писание. Этот человек одержимый бесом. Мы видим 33 стих. И когда бес был изгнан, немой стал говорить и удивились столпы. Речь идет не о нескольких людях или об одной толпе, но слово стоит во множественном числе. И удивились столпы. Там было великое множество людей. И вот к какому выводу мы приходим. Эти двое слепых рассказали всем, и люди стеклись отовсюду, и они знали, что если он мессия, то он сможет исцелить не только слепых, но и глухих, и многих других. Он сделает так, что хромые будут скакать, и он выпустит пленных на свободу. Он исполнит все мессианские пророчества. Итак, в этом тексте мы читаем, что мессия изгнал беса, немой стал говорить. И удивились столпы, говоря, никогда. И следующее слово говорит о проявлении. Никогда не бывало такого проявления в Израиле. И это слово очень важно. Это слово для обозначения проявления, это слово, говорящее о том, что нечто появилось, стало видимым. Вспомните контекст. Мы начали с разговора о двух слепых, и вот эти двое слепых видят, глухонемой говорит, и толпы были изумлены. Они удивились, потому что никогда такого в Израиле не делалось. Очень убедительное доказательство. Эти двое слепых, они были слепыми, а теперь они видели. Но мы увидим группу людей, которые физически видели, но духовно были слепы. И кто это? Посмотрите 34 стих. А, толпы народа удивились, а в контраст к этому, а фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского. И вот и почему они говорили это? Просто потому, что они не хотели служить Богу. Они не были заинтересованы в духовной истине. Они не были заинтересованы участвовать в делах Божьих. Почему? Потому что они были духовно слепыми, а когда вы духовно слепы в делах Божьих, вы не будете заинтересованы и на самом деле вы будете говорить против них. Переходим к 35 стиху. «И ходил Иисус по всем городам и селениям уча, уча, давая откровения, принося духовное просвещение, уча в синагогах их». И что Он делал? Писание говорит, что Он проповедовал, проповедовал Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, что значит, что они не были там, где должны были быть. Они были удалены из надлежащего места, как овцы, не имеющие пастыря». Вот что так печально. Вспомните, акцент здесь делается на Израиле. Мы ясно увидим в Слове Божьем, что Мессия уникальным образом пришел послужить потерянным овцем дома Израилева. И под руководством фарисеев народ израильский был как овцы. Овцы, которые были изнурены, которых привели не на то пастбище, в опасное место. И они пошли туда. Почему? Потому что шли сами по себе, не имея пастыря. Я могу сказать вам, что если Иешуа не является Господом в вашей жизни, вы будете духовно слепы. Вы не будете принимать решения царства. И вы будете духовно изнурены. вы будете в поражении, и вы будете в позиции, в которой быть не надо, и в которой Бог не хочет, чтобы вы были. И следовательно, вы не сможете делать то, что Бог предназначил вам делать. Будьте духовно мудры, имейте духовное просвещение, видите все с перспективы царства, покоряйтесь истине Божьей, и тогда вы удивитесь, как Бог будет действовать и вести вас на хорошее пастбище, где Он поистине проявит свое лидерство в вашей жизни. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.